Всем привет, господа ножеманы! Ну что, как и обещал в предыдущем обзоре, добиваем интереснейшим ножом посылку от финнов из ножевого магазина Ламни, которая приехала благодаря моим возможностям для моего подписчика. Мои возможности заключаются в том, что несмотря на все санкции и наложенные рестрикции, я с легкостью могу выкупить практически любой товар из иностранных интернет-магазинов и доставить его в Российскую Федерацию. Вон там меня можно найти. По ссылкам в описании группа ВКонтакте объявления на авито-канал в телеге. И по ссылку мы сегодня добиваем интереснейшим, как я и обещал, на мой взгляд, ножом от компании CRTT, которая называется RITUAL COMPACT. И это название, ну прям, не то что в тему, а как нельзя, кстати, подходит прям конгруетнейше. Подходит к этому ножу. Нож, как вы видите, действительно компакт, потому что небольшой. Вот так вот вся коробка уменьшается в моей ладони. Ну и так, на первый взгляд. Ладно, сейчас посмотрим. Не сказать, что легкий, но и не сказать, что тяжелый. Ну да, такой сбитенький, сбитенький. Смотрите, небольшой. Но такой плотненький ножик, поэтому для своих размеров ощущается таким сбитым и тяжеловастеньем. Смотрите, опа, опа, полностью он уменьшается в моей ладони 90 миллиметров. Ширина ладошки. И вот такой вот он, смотрите. Действительно компакт. Ну и компакт сделан, посмотрите, довольно-таки разнообразно. В плане материалов, так и в плане оформления. Ну и понятно, почему нож, в общем-то, не может быть достаточно легким для своего размера, потому что стали на рукояти этого ножа более чем хватает. Несмотря на то, что накладки сделаны из микарты. Сразу обращу внимание на текстуру и на ощущения от микарты. Микарта здесь ощущается ровным счетом так же, как ощущается отшлифованный G10. Более того, даже текстурой обладает эта микарта G10. Посмотрите, вот она. Я постараюсь сейчас повертеть вот так под различными углами, чтобы вы уловили глазами то явление, о котором я говорю. Вот она, ромбовидная текстурка сделана. И вот эту микарту, ну такой вот бархатный, я не назову, хотя действительно теплой лампово. И вообще подход довольно-таки интересный. Ну, с одной стороны ты ощущаешь G10, а с другой стороны, когда ты, ну, ты ощущаешь материал такой прям теплый, ламповый, но и вот залитое ее, не назовешь лаком, ну прям интересный такой, интересный метод обработки, который я скажу, что мне нравится. Да более того, даже впечатлил. Не, на самом деле. Микартус. Микартус. Миджисятус. Ну, ладно, поехали дальше. Закрывают эти накладки лайнеры, стальные, между стальными лайнерами. Ну, я думаю, вряд ли нам тут завезли какого-нибудь, за учитывая стоимость этого ножа. Да и, в общем-то, бюджетность компании SirkyT Titan разделяет эти стальные лайнеры. Стальной же бэкспейсер. Ну, и, окромя накладок, здесь сделаны стальные же больстеры. Ну, и все это, ну, прям шикарненько исполнено в таком шоколадно-коричневом черном цвете. Шикарненько, как по исполнению. Здесь все довольно-таки ровненько. Если не... Ну, я сейчас найду, к чему придраться. Да, это вы сами видите. Все ровненько. И все очень гармоничненько смотрится по цвету. Ну, а докопаться можно вот к этой щели между Микартой и больстером. Здесь вот она какая-то такая вот есть. И вот так немножко щель и ощущается, и ощущается, что больстер чуть выступает за Микартову накладку. Ну, вот пока ее там обрабатывали, что-то там излишне сильно обработали. Здесь никаких вообще огрехов практически нету. За исключением вот тут небольшой щелки, но с этой стороны и стоит лайнер-лок. Есть клипса у ножа. Экоклипса, опять же, по типу титанового она сделана, но она, безусловно, стальная. С черным покрытием на вот таком возвышении она базируется. Возвышение, кстати, такое ощущение, что сделано, как будто бы, знаете, из G10. Ну, хотя, скорее всего, возможно, сталь. Просто, смотрите, здесь такое полуматовое глянцевое покрытие, а здесь явно матовое покрытие. Клипса изогнута, понятное дело, под профиль ножа, и никуда она не переставляется. Благодаря вот такой вот рукояти. Ну, и вы увидите, что и клинок тут сделан в тему рукояти. И не зря, в общем-то, нож называется ритуал, потому что это такой ритуальный перс. Перс этого можно открыть как при помощи плавника. Плавник такой с насечкой, три ступеньки, ничем не применять тщательный. Так и с помощью шпенька. А вот шпеньки здесь, ну, скажем, отличаются от традиционных. Они без насечек. И они вот такие, сужающиеся от своей вершины к основанию. Ну, давайте откроем, давайте попробуем открыть заплавник. Тут, я думаю, никаких проблем ни с открыванием заплавничок, ни с открыванием за шпеньки возникать не будет. Потому что, несмотря на то, что нож сделан на шайбах, вот такие две фторопластовые шайбы, он оснащен системой ассистированной открывания клинка. Поэтому, оп, вот он ассист, ярко выраженно он работает. Это за шпеньки, заплавничок, тыц, и это за шпеньки. Ну, и вот такой вот ритуальный персидский клинок выскакивает изогнутый, просто, ну, с невероятнейшим изгибом, с невероятнейшим вздёрнутым кончиком выскакивает из этой изогнутой же рукояти. Ну, вот пытаюсь я взять всю эту изю, всю эту изю в руки, таким образом, чтобы мне было удобно хоть как-то его захватить. Потому что, ну, не назову я его довольно-таки удобным, даже несмотря на мою небольшую ладонь, в которую, в общем-то, довольно-таки удобно ложатся такие небольшие ножи из-за его форм. Ну, вот так вот мне довольно. Удобно и без всякого дискомфорта ложится нож в руку. То есть, вот таким вот, вот так вот, вообще шикарно, вот таким выставленным хватом. Ну, а если брать вот так, вот так, тут явно возникает какой-то диссонанс моей руки с подпальцевыми выемками, которых тут аж на три, они все небольшие, туда не во все вмещается мой палец. Ну, и в общем и целом, ну, скажем так. Ну, я всегда говорю в обзорах, что вот такие рукояти с множеством подпальцевых выемок, это те рукояти, которые неплохо было бы поддержать в руках, прежде чем покупать нож с такой рукоятью. Ну, и вот это одна из тех рукояти, которые не очень комфортно ложатся в мою руку. Ну, для чего они должны ложиться? Работать этим ножом? Использовать его по прямому назначению, резать? Ну, я сомневаюсь. Любоваться и щелкать? Я думаю, вот для чего нужен этот ножик. Ну, и показывать всем своим друзьям, которые в ножевой и не в ножевой теме. Хотя, если вот так вот попытаться расположить, посмотрите, мизинец, два, и вот так, и вот так, то, в общем-то, довольно-таки удобно. Вот так вот. Взять тут небольшой копыль. Вот тут мяса чуть не хватает, но в целом даже гуд, даже я бы так вот так сказал. Тут еще и большой палец ложится на насечку на клинке вот здесь вот под пальцовую вымку. Вот так его можно взять, ну, для произведения различных ритуалов. То есть, это, так сказать, грубый ритуал, это прецизионный ритуал. Ну, в общем и в целом, ладно, скажу так, подружиться можно. С черным покрытием клинок. И покрыто здесь тальчик 12C27 Sandvik. Фиксируется он замком Liner Lock. Лайнер сделан с насечками, но при этом, посмотрите, никаких выборок так вот особо облегчающих доступ к этому лайнеру и к этим насечкам нет. Насечки внутренние, что, в общем-то, не значит, что, ну, неудобен. Как-то замок и неудобно было бы его открывать. И неудобно было бы им оперировать. Нет, как, в общем-то, большим пальцем можно подобраться, так и указать. Но, может, какие-то проблемы будут в одетой руке. Ну, и обратите внимание на лайнеры. Они здесь, я бы сказал, что не облегчены. Ну, нет, здесь есть два отверстия. Но одно вот тут небольшое, а одно здесь. И они, наверное, сделаны больше, может, для некого баланса, нежели для облегчения. Я, 108 грамм, я даже не знаю, как его замерять. Но давайте вот так. Классически от кончика до рукояти 80 миллиметров, 82. Ну, если вот так, то 70 по прямой. Это длина клинка 84. Заявлено в магазине. Ну, и 180, общая длина ножа. Хотя тут замерю еще рукоять. Можете сами что-нибудь с чем-нибудь сложить. 10 сантиметров, 100 миллиметров. Длина рукояти. Клинок толщиной 3,2 миллиметра. Ну, и для тех, кто все-таки захочет освежевать какую-нибудь ритуальную тушку этим ножом. Его довольно-таки высокие спуски оканчиваются сведением 0,5. 0,5. 0,5. А вот кончик очень сильно утолщается. 0,7. 0,8. Ну, и тут, в общем-то, видно, что вот здесь подводы идут равномерные. Потом здесь на брюшке увеличивается. И кончик усиленно расширяется. И это чувствуется. Кончик прям становится вот прям очень толст. к своему окончанию. К своему ритуальному окончанию. Ну, и пожалуй, и все. Закончился кончик, заканчивается и наш обзор этого компактного EDC-шного ритуальника. Такой, знаете, нож на каждый день шамана племени. Заканчивается обзор, уезжает он к своему заказчику. Я с вами не прощаюсь. Не прощаюсь. Оставайтесь на канале. Смотрите новые обзоры. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч.